Запись включаем. Итак, мы с вами в прошлый раз разобрали, как действует продукция компании «Новая эра» на женщин. И нам сразу стало понятно, что продукция женщинам просто необходима. И вот сегодня я расскажу о ее воздействии на мужской организм. И тоже станет очевидно, что мужчинам она также необходима, как и женщинам. Из чего мы можем с вами сделать вывод, что продукция компании «Новая эра» очень благотворно действует просто на организм человека. И неважно, мужчина это или женщина. И давайте мы сегодня поговорим с вами о мужчинах. Сегодня средняя продолжительность жизни российского мужчины составляет 59 лет. Это цифры, конечно, ужасающие. Это 129 место в мире. Позади нас в основном страны Африки, Афганистан и вот эти страны. И на первом месте среди смертности у мужчин стоят сердечно-сосудистые заболевания, заболевания сердца и сосудов. Это инфаркты, это инсульты. И их причина напрямую зависит от состояния сосудов, начиная от самых больших и заканчивая самыми маленькими мелкими капиллярами. И зависит это состояние еще в большей степени от того, как происходит в организме липидный обмен, обмен липидов. Знаете, существует очень распространенный страх перед повышением уровня холестерина. Ах, у меня холестерин повышен. А вы знаете, что холестерин – очень важный компонент обмена веществ. И хороший холестерин, так и называется хороший, холестерин высокой плотности, без него нет клеточных мембран, без него нет передачи нервного импульса, без него вообще много чего нет. Без хорошего холестерина, без холестерина высокой плотности. Поэтому, когда мы судим о состоянии холестерина в нашем организме, то мы оцениваем не просто повышение или понижение уровня холестерина, а соотношение плохого и хорошего холестерина с холестериной высокой плотности и холестериной низкой плотности. Естественно, оно должно быть в пользу хорошего холестерина высокой плотности, потому что именно плохой холестерин низкой плотности считается убийцей номер один в мире у мужчин. Это именно он откладывает их сосудов в виде бляшек, которые потом кальцифицируются, и сосуды делаются хрупкими, узкими, сужается их просвет, повышается давление и так далее. Иногда еще в таких сосудах происходит кровоизлияние от ломкости, и вот-вот, пожалуйста, образуются тромбы. Поэтому вся фармогия мира работает на то, чтобы найти средства, которые бы снизили ломкость сосудов, которые бы разжижали кровь, которые бы убирали плохой холестерин. И экспертами ВОЗ, это Всемирная организация здравоохранения, заболевания сердечно-сосудистой системы признаны заболеваниями образа жизни. А следовательно, изменение образа жизни, соблюдение диеты, правильное питание, вот это все позволит избежать или значительно снизить риск их возникновения. И действительно, если нет никаких патологий генетических, что большая редкость, то всего этого можно избежать, если как можно раньше начать вести правильный образ жизни. И здесь наряду с грамотными мероприятиями по здоровому образу жизни, да, ну это отказ от курения, это мы все знаем, алкоголем, занятия физическими упражнениями, соблюдение разумной диеты, да, не злоупотребление фастфудами, можно предложить нашу продукцию. И как одно из средств решения этой проблемы, это бамбук здоровья. Вы знаете, это, наверное, самый мужской продукт компании, потому что именно он нормализует липидный обмен, именно бамбук здоровья. Именно он снижает содержание холестерина низкой плотности в организме. Именно он, бамбук здоровья, разжижает загустевшую кровь. Именно он разбивает столбики склеивающихся эритроцитов, и кровь становится более жидкая, более насыщенная кислородом, более свежая. И как следствие уходит ломкость сосудов. Сосуды становятся более эластичными. И снижается риск возникновения сердечно-сосудистой патологии. То есть главная причина смертности у мужчин. Поэтому с этой точки зрения бамбук здоровья – это очень важный спутник мужчин. И чем раньше молодые люди начнут употреблять бамбук, раньше, ну, лет с 20, да, раньше-то не надо, там с липидным обменом все в порядке, но с липидным обменом все в порядке, но с липидным, наверное, уже можно, даже нужно. И вот чем раньше они начнут его употреблять, тем больше гарантий, что с сосудами у них будет все в порядке. Я сейчас не затрагиваю другие свойства бамбука, да, его там антипаразитарное действие, его нормализация PH среды. Нет, сегодня из всего спектра положительных качеств нашей продукции мы выбираем лишь небольшое то, что было бы полезно только мужчинам. И давайте же с вами рассмотрим, что же волнует сегодня наших мужчин. Да, разумеется, их волнует женщина. Для мужчины оставаться мужчиной долгие годы – это очень важно. И опять же, образ жизни, стрессы, экология – это все очень влияет на состояние мужской половой сферы, снижая либидо, снижая мужские функции. И мужские заболевания сегодня, к сожалению, тоже очень помолодели. Об этом не принято громко говорить. Это очень тонкая, очень деликатная сфера. Это тоже часть образа жизни, которую надо делать здоровым. Но надо и понимать, что для сохранения мужского здоровья требуются условия, которые должны выполняться. И вот одним из таких условий являются как раз и чистые сосуды, эластичные, и необходимое клеточное питание, которое содержится в пыльце китайской сосны. Результаты, которые мы имеем по установлению мужских функций, которые уже стали угасать, они не очень многочисленны пока сегодня. Потому что не все об этом рассказывают. Но иногда это прорывается. Мне недавно передали благодарность от мужиков Владивостока. Это было сказано в шутку, но я поняла, что за этим кроется результат. И вообще пыльца сосны является мужской половой клеткой растения. И в ней есть как раз все, что необходимо для того, чтобы дать начало новой жизни. Вы знаете, что в первые сутки после опыления опыленная клетка вырастает в 100 тысяч раз. Представляете, какая потрясающая биологическая активность, какой там заложен потенциал в этой пылинке. И принцип лечения подобного подобным, а есть такой принцип в лечении, здесь как раз соблюдается в полной мере. То есть весь мир уже работает с пыльцой, как с очень эффективным средством решения мужских проблем. В Швейцарии процент успешного лечения простатита вообще достигает 80%. Пыльца сосны очень широко используются для лечения мужчин во всем мире. Это Франция, это Швейцария, это Америка. И слава богу, что мы можем в России сейчас теперь тоже это применять. Есть несколько причин, почему мужчинам надо употреблять пыльцу сосны. Сейчас мы их потихонечку все перечислим. Во-первых, пыльца – это очень мощный источник андрогена. Это мужские половые гормоны. Помните, я вам говорила, что это мужская половая клетка растения. Поэтому у нее мужская природа. И поэтому она на мужчин ориентирована. Это мощный источник андрогенов, включая тестостерон, а также в ней находятся все аминокислоты, все макроэлементы, все витамины. То есть все те элементарные частицы, из которых строятся мужские половые гормоны. И вот есть такая книга, называется «Древняя медицина для современного мира». И там описано 9 преимуществ пыльцы сосны для мужского здоровья. И сейчас мы их потихонечку разберем. Во-первых, она содержит растительный аналог человеческого андрогена, то есть подобный тестостерону. И принимая ее пыльцу или экстракт из нее, у мужчины значительно повышается уровень тестостерона. Затем она является регулятором работы простаты. То есть в пыльце содержится один растительный стероид, не буду называть его по-латыни, все равно вы не знамените. Он регулирует размер простаты. Когда она большая, он ее уменьшает. Когда она малая, он ее увеличивает. Но за счет своих сильных антиоксидантных свойств со всеми вытекающими обстоятельствами тоже очень благотворное влияние оказывает на организм мужской, но и женской в том числе. Затем в ней очень много, в пыльце сосны очень много растительных стероидов, различных их очень много, которые оказывают мощное противовоспалительное действие и противоопухолевое действие, и антивирусное действие. То есть вот эти стероиды растительные, они обладают свойствами, которые оказывают эти действия. И вот антивирусная защита, кстати, против герпеса и других вирусов. У меня лично в течение 8 месяцев не было вообще ни одного случая возникновения герпеса, который обычно на губах возникает. В то время как раньше у меня это было раз в 3 месяца железно. Всю зиму, всю весну совершенно бес. Причем это совершенно случайно, почему-то до меня это дошло. Я даже случайно обратила на это внимание. Опа, правда, здорово. Причем было доказано, что эти растительные стероиды в пыльце, они в 10-15 раз гораздо сильнее, чем главное антивирусное средство фармацевтики. Рибовирус называется. То есть они даже сильнее, чем фармацевтические средства. Затем там находится еще один стероид растительного происхождения, естественно, который защищает нашу печень. Он пытается обезвреживать и выводить из организма ксенобиотики, которые сегодня вообще в избытке содержатся в мясе, в рыбе, в птице, в овощах, в фруктах, вообще в продуктах, в воде, в воздухе, где угодно. Но это продукт цивилизации, к сожалению, он присутствует везде. Да, чтобы продукты не портились, вот спичкают. Вот, потом что еще перечисляется в этом труде? Сугубо мужское свойство пыльцы сосны. Улучшается плодовитость, так и написано, плодовитость. То есть исправляется эректильная функция и увеличивается выработка сперматозоидов. То есть это правда, потому что уже появились результаты по бесплодию семейных пар. То есть уже есть такие результаты, и мы их слышим уже неоднократно, что пара была бесплодной, даже были выставлены диагнозы с печатями, то есть с подписями авторитетных специалистов. И тут вдруг раз, и вот на нашем продукте. Кто знает. Это происходит в счете того, что очень большое содержание в пыльце сосны такой аминокислоты, как аргинин. Он очень благотворно влияет на сосуды, в том числе на сосуды пещеристых тел. И он очень хорошо, благотворно влияет на, увеличивает выработку сперматозоидов. Очень много его в пыльце. Вот это очень нужная аминокислота, ну как и все прочие аминокислоты. Затем стимуляция иммунной системы. То есть полисахариды, которые входят в пыльцу, они являются пищей для клеток, работающих на иммунитет. То есть для клеток красного костного мозга, которые вырабатывают как раз иммунные клетки, антитела. Вот эти полисахариды пыльца, они кормят эти клетки. И одно очень важное свойство, которое понравится и мужчинам, и женщинам. Пыльца обладает омолаживающим и продлевающим жизнь свойствами. Это происходит потому, что в ней огромное количество растительного ДГА. То есть дегидроэпиандростаналон. Это гормон очень-очень-очень интересный, и который сейчас специалисты его синтезируют, и его продают, и его принимают люди. Это гормон молодости. Его уровень определяет наш биологический возраст, биологический возраст человека. Есть определенные цифры, есть формулы, по которой можно определить по анализу крови биологический возраст, именно исходя из уровня ДГА, то есть этого гормона. У совсем молодых людей этот уровень очень высокий, и с возрастом он снижается. И есть таблица специальная, которая описывает количество ДГА и биологический возраст. И вот содержание растительного ДГА в пыльце, очень много там его содержится, именно это позволяет запустить у себя процессы выработки собственного гормона, который возвращает нашу молодость и поддерживает ее. И вот построены омолаживающие свойства пыльцы, ДГА, антиоксиданты и так далее. Не случайно ведь китайские императоры, у которых пыльца была в рационе, обязательно присутствовала, они жили в два раза дольше своих подданных. Понятно, что это все комплексно, что это и медитации, и все вместе, но тем не менее, это тоже играло свою очень и очень существенную роль. А здоровый уровень ДГА в организме сопровождается всегда высоким уровнем энергии, отличным самочувствием. И в этом случае человек не предрасположен к тучности, он встроенный, у него высокая либидо, у него высокие эректильные возможности у мужчины. У такого мужчины редко бывают депрессии, у него хорошие высокие умственные способности. Естественно, вследствие гораздо меньший риск смертности от коронарных заболеваний, от заболеваний сердца, от заболеваний сосудов. Вот, то есть здорово. И еще один бич наших мужчин – это синдром хронической усталости, депрессии сегодня. Это тоже одна из причин их заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний. Потому что мужчины менее эмоциональны, они все носят в себе. И это, конечно, дает свой негативный результат. И здесь на первый план выходит такое свойство пыльцы, как мощного источника энергии, как мощного донора энергии. Причем этот результат виден практически сразу. То есть с первой недели приема. Конечно, он у всех проявляется по-разному. В зависимости от общего тонуса, от темперамента. Но что он будет, это совершенно однозначно. И, в общем-то, пожалуй, это единственный результат, который мы можем смело гарантировать человеку, когда мы предлагаем ему наш продукт. То есть у тебя повысится количество энергии однозначно. В Китае спортсмены принимают пыльцу все. И очень высокие результаты показывают. Настолько высокие, что даже проверяли на допинг-контроль, который, естественно, ничего не дал. Было отрицательное, потому что натуральный продукт тоже его даст. Потому что энергия Ян – это энергия в чистом виде Ян. Это энергия Солнца. И, кстати, в условиях надвигающейся осени и зимы это очень актуально сейчас сегодня. И вот районы Севера, Сибири, то есть это тоже для них очень актуально, где суровый климат. Также очень актуально тем, кто, конечно, посещает спортивный зал или занимается тяжелой физической работой. Кстати, еще есть один продукт компании, который для спортсменов, для тех, кто посещает спортивный зал работы – это бамбуковое полотенце. Бамбуковое волокно на 100% состоит из бамбука, в отличие от других полотенец, других компаний, других производителей. Здесь 100% бамбук. Ему присущи все свойства бамбука. Свойства, в том числе, противомикробные, противогрибковые. То есть такие полотенца вообще не пахнут. И когда человек занимается активно спортом и использует полотенце, то это как такой побочный эффект, но тем не менее полотенце без запаха. Это тоже достаточно интересно. Дальше причисляю просто примеры, как энергетика по лице. Когда наши дипломаты работали с китайцами, они отмечали, что когда уже все валятся с ног, то китайцы все какие-то желтенькие таблеточки закидывают и вообще как огурчики работают. Теперь мы знаем, что это за таблеточки, теперь они у нас есть. И вот после того, как учеными были выявлены эти свойства пыльцы, она все более и более становится популярной в современном мире. И если учесть то, что в окружающей среде, в продуктах питания все равно преобладают эстрогены, ну вот пиво, ну все равно преобладают эстрогены, это уже доказано. И это оказывает на мужской организм, естественно, негативное воздействие. То как раз пыльца сосны на этом фоне является как раз гормонобалансирующей пищей. Она источник мужской энергии у мужчин. И она должна являться их неотъемлемым элементом рациона питания. Вот у женщин сейчас сразу может возникнуть вопрос, да, вот после всего, что я рассказала. А не станем ли мы мужчинами, да, если мы станем есть много пыльцы? Нет, не станем. Не секрет, что в организме человека присутствуют как мужские, так и женские, да, половые гормоны. И в зависимости от своей природы у нас преобладают либо те, либо другие. Да, если мы женщины, у нас преобладают женские. Если мы мужчины, у нас преобладают мужские. По словам природа подразумевается, естественно, эндокринная система. И вот благодаря правильному клеточному питанию эндокринная система, она тоже выстраивается и балансируется. И как раз у женщин у них углубляется их женская суть, а у мужчин их углубляется их мужская суть. Поэтому женщины пусть не переживают большие дозы пыльцы, не сделают из них мужчин. А наоборот большие дозы пыльцы, они поспособствуют тому, что запустятся процессы омоложения и затормозятся процессы старения организма. Потому что это очень мощные антиоксиданты и это источник природного ДГА, того самого гормона молодости, который начинает вырабатываться у нас опять и продлевает нашу молодость. И вот клинические испытания показали, что пыльца сосны, очищенная от оболочки, очищенная от спородермы, она усваивается на 99% в желудочно-кишечном тракте. Практически так же, как усваивается грудное молоко. И я хочу просто в заключение сказать, что в нашей компании пыльца сосны очищенная вся. И в таблетированной форме, и в порошкообразной форме содержится только-только очищенная от спородермы пыльца. А это значит, что она усваивается именно на 100%. И ее эффективность увеличивается в разы при употреблении. Ну вот примерно это я хотела рассказать о воздействии продукции компании «Новая эра» на организм мужчины. Просто сейчас еще раз подведем итоги, резюмируем, так сказать. То есть это бамбук здоровья, который нормализует липидный обмен, который чистит сосуды изнутри, который способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. И это пыльца сосны, именно тот продукт, именно в том аспекте, которым он нужен мужчинам. То есть там мужские половые гормоны, естественно, в растительном варианте. Но когда поступает вот этот растительный прогормон в организм, то он как матрица. И на него начинают уже свои собственные гормоны нарабатываться. То есть он способствует выработке собственных гормонов. Поэтому пыльца сосны, как источник мужских половых гормонов, тоже очень и очень сильное значение имеет большое. Вот. Ну, в общем-то... Субтитры создавал DimaTorzok